Добрый день, меня зовут Антон Сомин, я научный сотрудник и старший преподаватель Школы филологических наук Высшей школы экономики и Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. И сегодня, 4 ноября, в День народного единства, я прочитаю лекцию, короткую лекцию, мини-лекцию, которая называется «Русский язык и его соседи». Многие люди, которые живут в России, тем более, которые живут за ее пределами, ну, в первую очередь, это касается тех, кто живет в Москве, в Петербурге, то есть в регионах, которые не являются какими-то национальными регионами, обычно даже не задумываются о том, как много в России языков. Ну, русский и русский, куда не приедешь, везде можно говорить по-русски. Понятно, что там есть, скажем, Швейцария, где 4 государственных языка, французский, немецкий, итальянский и ретароманский, или, например, Канада, в которой есть франкоязычный регион Квебек, а остальная Канада англоязычная. А в России от Калининграда до Дальнего Востока вроде бы все говорят по-русски, поэтому люди, которые с этим не сталкиваются и не задумываются, что языков в России очень много. На самом деле, как и народов, языков в России достаточно. Правда, возникает вопрос «Сколько?», что именно мы должны считать языками России, что такое языки России? Тут могут быть разные определения. Мы можем считать, что языки России – это языки, которыми владеют люди, живущие на территории России. Вот тогда возникает проблема, что в таком случае нам нужно считать, например, английский, немецкий и французский, которые люди учат в школе, тоже языками России, ведь ими же владеют люди. Можно сказать, что это только те языки, которыми владеют люди, живущие на территории России, как родными. Но в таком случае, например, если у нас есть большое количество мигрантов из других стран, то их языки тоже нужно считать языками России. Надо или нет? Ну, в общем, однозначного ответа на этот вопрос нет. Можно считать и так, и так. Кроме того, мы можем считать языками России языки, которые используются в повседневной жизни людьми, которые живут на территории России, но здесь возникает та же проблема с мигрантами, но и даже с туристами. Родные языки. Ну, тут вопрос, что такое родной язык, потому что некоторые люди родным языком называют первый освоенный в детстве язык, некоторые люди родным языком называют язык своего этноса, некоторые люди называют родным языком язык, который они используют сейчас в своей жизни. И из этих пониманий иногда возникают проблемы, потому что, когда, скажем, в прессе пишут, что, например, удмурты стали массово забывать свой родной язык, имеется в виду, конечно, не первый выученный в детстве, а родной, в смысле, этнический язык. Поэтому, когда мы хотим узнать, какие родные языки у людей, то не очень понятно, что они будут отвечать. Я, например, удмурт, поэтому мой родной язык удмуртский. Или, хоть я и удмурт, но с детства я говорю по-русски, поэтому моим родным языком будет русский. В общем, однозначного ответа на этот вопрос тоже нет, это все сложно. Кроме того, кажется, такой самый очевидный — это языки коренных народов России, то есть убираем языки мигрантов и остаются языки России. Но тут тоже вопрос, кто такие эти самые коренные народы. А если, например, какой-то народ живет издавна и на территории России, и за ее пределами, ну, например, азербайджанцы живут и на территории Дагестана в довольно большом количестве, и на территории Азербайджана, разумеется, в гораздо большем количестве. Нужно ли азербайджанцев считать коренным народом России или нет? Ну и так далее. Таких вот вопросов очень много. Можно, конечно, подойти к этому формально и считать языками России только те языки, у которых есть официальный статус, но в таком случае это именно формальный подход, поэтому очень многие языки мы не будем учитывать. Ну а если взять государственные языки России, то государственным на всей территории является только русский, и это, понятно, тоже уход от реального положения дела. Можно, конечно, посмотреть на результаты переписи населения. Последняя перепись населения у нас была в 2010 году, и перепись населения — это такой источник, который используют лингвисты и социологи для получения разной информации о населении страны, о тех, кто тут живет, и в том числе язык. Проблема в том, что в переписи населения спрашивают как раз про родной язык и не очень понятно, вернее, там спрашивают отдельно родной язык и другие языки, которыми владеют люди. И, соответственно, мы видим, что сюда, например, из-за того, что здесь спрашивают про языки, которыми люди владеют, попадают, очевидно, не российские языки. Даже если считать, что у нас тут живет, может быть, много носителей этих языков, то это нет, потому что британцы и американцы всего лишь 2,5 тысячи, 400 тысяч немцев, потому что есть немцы по Волжье, и полторы тысячи французов. Французов. Очевидно, тут у нас миллионы людей, знающих эти языки, правда, с учетом того, что английский учат почти все школьники, а при переписи знающими английский называют себя только 7,5 миллионов, возможно, это говорит о том, что не очень хорошо у нас в школе его учат. Так или иначе, перепись тоже не панацея, тоже нам не очень помогает, потому что вот попадают языки, которые неисконно русские. Ну и кроме того, как я говорил, не всегда понятно, какие народы мы считаем коренными, вот в частности, тут есть 4 языка, украинский, армянский, азербайджанский, казахский. Во-первых, есть много мигрантов из этих стран, а во-вторых, на границах с этими странами есть люди, которые просто издавна там живут и являются представителем этой национальности. Считать ли это языками России или это не очень верно, если у них есть отдельные страны, тоже как такового ответа нет. Но обычно, если смотреть, попытаться через коренных народов идти, то в России около 200 народов, с учетом всех тех проблем, про которые мы говорили. Из них около 40% не коренных, часть частично коренные, то, что я уже сказал, то есть народы, которые исторически жили в некоторых районах России и при этом живут и за пределами Российской Федерации. Итого у нас получается около 80-100 языков коренных народов. То есть, наверное, самый разумный ответ на вопрос, сколько в России языков будет вот какой-то такой. Правда, опять же, по другим подсчетам у нас получается 150 и даже больше. Это вот в связи с народами, которые живут не только в России, в связи с тем, что не всегда понятно, что мы считаем языком, а что мы считаем диалектом. Например, скажем, многие люди, которые говорят на адыгейском и кабардино-черкесском языке, называют их одним языком, адыгским или черкесским. А официально это два языка. Плюс они еще делятся на диалект, и иногда некоторые из этих диалектов, например, беслинеевский, иногда называют отдельным языком. Соответственно, такая вот научная классификация, изначально принятая в науке, и то, как сами люди оценивают, тоже может не совпадать. Поэтому у нас точного ответа на этот вопрос быть не может. Ну вот, от 80 до 150 языков есть в России. При этом государственными или официальными в регионах является около 50 языков. Что это значит? Это значит, что, например, если у нас Татарстан, значит, государственным, кроме русского, там является татарский. И, соответственно, есть школы с татарским языком обучения, есть документация, подписи улиц на татарском и так далее. Правда, опять же, статус языка государственный не гарантирует, что им будут пользоваться активно люди, живущие в этом регионе. Но про это мы поговорим чуть позже, потому что, как это называется в социолингвистике, языковая ситуация, то есть то, какие языки используются, а какие нет, в разных регионах разные. Ну и, опять же, если мы посмотрим сюда, то увидим, что носителей татарского гораздо больше, чем, например, носителей якутского, хотя самих якутов не меньше, чем татар. Вернее, меньше, но не такая разительная разница, большая разница, как с точки зрения владения соответствующими языками. Если посмотреть на карту языков России, то мы увидим, что она достаточно пестрая. Правда, тут есть белые части, это такие части России, которые особо не заселены. Если бы мы закрашивали целиком, то понятно, что тут была бы, например, огромная территория якутского, но это было бы искажение действительности, потому что тут только отдельные поселения якутоязычные. И, конечно, хоть у нас тут есть вот желтый цвет для русского языка, понятно, что желтым нужно закрасить всю Россию, потому что в России практически нет людей, которые не владеют русским языком. Немного их есть, это в основном очень пожилые люди, например, на Кавказе или на Севере, которые преимущественно женщины, которые родились еще в то время, когда всеобщее школьное образование только начиналось, они всю жизнь прожили у себя в селении, никуда не выезжали и, в общем-то, нужды в знании русского не было. Но таких людей все меньше и меньше, их, может быть, десятки, может быть, несколько сотен в сравнении с полуторастами миллионами, которые живут в России, так что это не очень много. Ну и, конечно, есть еще новые мигранты, которые пока еще не обладели русским языком, поэтому, ну, конечно, в сравнении с общим количеством населения России, это все незначительные цифры, так что понятно, что, в общем-то, русским можно было бы закрасить всю территорию. Но нас здесь интересуют именно коренные языки, и здесь мы видим, что языки окрашены в цвета разных оттенков. Это значит, что цвета, которые, оттенки, которые совпадают, это языки, которые относятся к одной и той же группе или языковой семье. Про это у нас сейчас нет времени говорить подробнее, но если в двух словах, то так же, как и живые существа, языки делятся на семьи, группы, подгруппы и так далее. Так же, как человек, близкий родственник обезьяны, менее близкий родственник для человека будет кот, еще более далекий родственник будет рыба. Так же и с языками, скажем, кабардинский, кабардино-черкесский, адыгейский – это очень близкие языки, как я сказал, некоторые считают это одним языком. Чеченский к ним будет близок, но все-таки очень далек, примерно как уже будет человек и рыба, скорее, вот такая будет связь. Но если, например, взять тюркские языки, то они все друг к другу достаточно близкие, и многие даже, понятно, без перевода носители, скажем, казахского языка могут достаточно много понять, если будут говорить на своем языке, с носителем татарского. Ну, на слух это не очень просто, а письменные тексты вполне себе понимаются. Вот, поэтому между разными языками разные типы отношений. И вот, что мы здесь видим? Во-первых, мы видим такие теплые оттенки в европейской части России, и за Уралом в том числе. Это уральские языки или финно-угорские. Финно-угорский, на самом деле, часть уральских языков, да, относятся к финно-угорскому. Языки — это значительно большая группа языков, относящихся к уральской языковой семье. Есть тюркские языки, это разные оттенки зеленого. Мы видим, что есть тюркские языки по-волжья, татарский, чувашский, башкирский. Есть тюркские языки гораздо восточнее, например, якутский, или вот здесь у нас есть казахский, или тувинский. И есть тюркские языки на Кавказе. Так как на Кавказе очень много языков, не зря его называют горой языков, то Кавказ тут даже на отдельной врезке расположен. И тут мы тоже видим некоторые оттенки зеленого. Правда, тут нужно не путать с, собственно, кавказскими языками, потому что абазинский, кабардинно-черкесский — это адыгейский, это западно-кавказские языки, а оттенки синего, фиолетового, скорее, это восточно-кавказские языки, которые родственны, но очень-очень далеко родственны, они не взаимопонятны. Кроме того, у нас есть более мелкие языки, которые относятся к другим группам. Про них мы сейчас говорить не будем. Это в основном языки Дальнего Востока и Севера России. Ну и некоторые здесь, например, немецкий язык и некоторые другие. Если говорить о взаимодействии языков России с русским языком, то понятно, что они не развиваются изолированно друг от друга и, конечно, не влияют друг на друга. И вполне очевидно, что русский гораздо сильнее влияет на языки России, чем эти другие языки на русский. Просто потому, что все знают русский язык, как мы обсуждали. Кроме того, русский язык в основном более престижный и более используемый в обществе. То есть, скажем, почти невозможно получить высшее образование на национальных языках России. Школьное образование тоже практически полностью на русском. Чтобы устроиться на работу, нужно знать русский язык, а национальный вовсе не обязательно. Поэтому, конечно, он как язык более используемый, влияет на другие языки. В первую очередь, это, конечно, касается лексики. Понятно, что из русского языка заимствуется огромное количество слов. Языки России, с одной стороны, это некоторое обогащение, ну, приходят какие-то предметы, они приходят вместе с русскими словами, появляются какие-то явления, они тоже приходят вместе с русскими словами. С другой стороны, носители русского не любят, когда в русский язык приходят заимствования, например, англицизма. Хотя тоже можно говорить, что англицизм в каком-то смысле обогащает русский язык. Та же история с влиянием русского языка на языки народов России, потому что, с одной стороны, это пополнение лексического запаса, а с другой стороны, многие носители этих языков считают, что так же, как и англицизмы не нужны русскому, так же и русизмы не нужны этим языкам, потому что они вытесняют исконную лексику, у вас получается нечистый язык, такой вот смешанный. Но, так или иначе, относиться к этому можно по-разному, но факт остается фактом. В языках России очень много заимствований из русского языка, но в разных языках степень размера этих заимствований, количество заимствований различается, и в разных стилях тоже будет по-разному. Понятно, что если мы возьмем какие-то официальные тексты или юридические тексты или технические, там заимствований из русского будет много. Если мы возьмем разговорную речь, там заимствований из русского будет, с одной стороны, не очень много, с другой стороны, вот то, что в социолингвистике называется интерференция, то есть смешение языков, оказывает довольно сильное влияние, и многие люди просто забывают слова из своего родного языка и заменяя их на слова русские, даже если какие-то аналоги существовали. Ну, например, в адыгейском языке есть слово «цомпа», которое значит «клубника», но очень многие носители адыгейского языка вместо этого говорят русское слово «клубника». И когда мне доводилось быть с лингвистическими экспедициями в Адыгее, люди, с которыми мы работали, удивлялись, что вот я приехал из Москвы, а знаю, как будет клубника, они это слово уже забыли, читали его в детстве, в детских книжках, слышали, но сами уже его не используют. Ну вот, я ради эксперимента открыл газеты, сайты газет на нескольких крупных языках России и выделил заимствования, которые в них есть из русского языка. Вот текст из адыгейского, и мы видим, красным я выделяю заимствования, оранжевым — это уже повторяющиеся, что почти все заимствования — это действительно какая-то официальная лексика. Или лексика юридическая, или лексика такая вот абстрактная, слово «проект» или политическая. Федерация, президент, республика, электронный, муниципальный и цифра. Ну, действительно, это те вещи, про которые, в общем-то, на адыгейском не приходилось говорить до того, как Адыгея стала частью Российской империи сначала, а потом Россия в составе Советского Союза и теперь Российской Федерации. Вот текст на татарском, здесь заимствований гораздо меньше, причем одно из них легко угадывается редакция, а вот в этом слове «агеджитте» гораздо труднее увидеть привычное нам слово «газета». И действительно, более старые заимствования часто меняются фонетически, это мы еще увидим на примере якутского языка. А вот пример из марийского языка, который финно-угорский, и здесь мы видим, что заимствования из русского гораздо больше на вот этот вот абзац текста, чем в двух других языках, которые мы посмотрели. Опять же, конечно, это все, почти все такая вот лексика официальная, политическая, район, медицина, процент, республика, миллион или научная. Но есть и более привычные нам слова типа «мебель» или даже «обслуживать». Заметьте, что заимствование глаголов – это редкая вещь, но здесь это как раз происходит. И действительно, в финно-угорских языках, финно-угорские языки подверглись влиянию русского языка гораздо в большей степени, чем тюркский или кавказский. И вот примеры старых заимствований в якутском языке. Здесь они даже фонетически очень сильно изменились, и довольно сложно в слове «хюлюз» увидеть слово «ключ», в слове «тирепке». Те, кто смотрит эту лекцию, могут попробовать догадаться, что эти слова значат. «Терепке» – это «тряпка», «норвод» – «народ», «келеп» – это «хлеб», «карабат» – это «кровать», «мебель» – чуть проще «мебель», «барабыай» – сложное слово «воробей» и «обтворунюк» – это «вторник». Мы видим, что слова из самых разных областей заимствованы. Ну и, конечно, в русский язык тоже приходят слова, взятые из вот этих языков, но в отличие от другого направления, куда приходит какая-то вот лексика абстрактная и официальная, то в русский язык приходят так называемые экзотизмы, то есть либо название местных природных реалий, животных, птиц, рыб, растений, либо элементов культуры – еды, одежды, построек и так далее. Правда, опять же, с разными языками были разные истории взаимодействия. Например, с тюркскими народами русские, носители русского языка взаимодействовали очень длительное время, так же, как и с фенограми, но в силу разных военных и прочих аспектов истории, татаро-монгольского ига и так далее. В русский язык пришло очень много тюркских слов, а феногрских слов пришло гораздо меньше. И тюркские слова приходили гораздо раньше, например, были еще даже домонгольские, дотаро-монгольские заимствования, которые пришли даже не только в русский язык, а в целом в славянские языки. Их можно найти и, например, в польском языке, и в украинском, и даже в чешском, который достаточно далеко от русского. Что это за слова? Ну, например, это одежда и обувь – башмак, кафтан, шаровары, тулуп, сарафан и так далее. Обратите внимание, что вот даже мы считаем слово «сарафан» или слово «сарафан» таким обозначением для типично русского предмета одежды, но это, оказывается, тюркское заимствование. И это не только какие-то устаревшие предметы одежды, но мы видим, что слово «чулок» или, например, «фата», которая свадебная, вполне используется в современной жизни. Много достаточно слов из сферы государства и экономики военного дела. Например, слово «деньги» – это заимствование из слова «тенге». «казна». Правда, тут нужно сделать оговорку, что некоторые эти слова приходят, хоть в русский пришли из тюркских языков, сами они являются не тюркскими, а, например, слово «казна» в тюркские языки пришло из арабского языка. То есть здесь нужно говорить уже о тюркском посредстве. Но так как нас сейчас интересует не первоисточник, как они в русский попали, то их тут можно упомянуть. «казна», «хозяин», «тюрьма», «богатырь» – вот тоже, казалось бы, «богатырь» – очень русское слово, персонаж русского фольклора, а тем не менее это тоже тюркское заимствование. Много разных прочих слов, которые совершенно не осознаются как заимствованные. «Лошадь», «собака» и «таракан», если брать животные. «Стакан», «сундук», если брать быт. «Кари» и «карандаш», которые образованы от корня «кар», который значит «черный». «Башка», которое даже жаргонное слово восходит к тюркскому слову «баш», которое, собственно, и значит «голова». А вот из финно-угорских языков гораздо меньше слов. Это название рыбы, например, корюшка, ряпушка, пурга из карельского языка, пельмени, как финно-угорское блюдо, ухо из хлеба дословно, это значит название постройки чум. Ну и из некоторых других языков тоже, например, чукорская «яранга», слово «ярангдом», или из адыгских языков слово «шашка», которое там звучало как «сэшхо» – «большой нож». Влияние, конечно, было не только в лексике, но и в других областях, хотя, конечно, в меньшей степени, потому что слова заимствовать просто, например, грамматические показатели заимствовать гораздо сложнее, поэтому на грамматику языков народов России русский повлиял, но не так сильно. А вот еще одно сильное влияние – это, конечно, письменность. Если мы посмотрим на языки, которые используются в России, то мы увидим, что все, кроме двух, используют кириллицу. Два исключения – это карельский, который использует латинский, и идиш, который используется в еврейской автономной области, однако почти не осталось там носителей этого языка. Все они в начале 90-х эмигрировали в Израиль. Но, тем не менее, например, на органах власти там есть надписи на идиши, и вот идиш использует свою собственную систему письма, которая называется «еврейское квадратное письмо». Но, а если посмотреть на историю письменности, то понятно, что кириллица была не изначально. На самом деле, в начале 20 века большинство языков, в принципе, были бесписьменными, они не имели собственной письменности, а некоторые писали арабской вязью. Это, конечно, языки исламской культуры, например, чеченский, татарский, адыгейский. У них уже была письменность, заимствованная, соответственно, из арабского языка вместе с исламом. В 20-е годы в Советском Союзе происходит процесс, который называется языковое строительство. Там разрабатывают алфавиты для языков, которые были бесписьменными, и языков, которые использовали арабскую вязь. Зачем нужно было менять арабскую вязь? Ну, потому что она не очень подходила для фонетики этих языков. Поэтому было принято решение для них, как и для бесписьменных, разработать новые системы письма, новые алфавиты. Но делалось это не на основе кириллицы, а на основе латиницы. Почему? Потому что считалось, что вскоре случится мировая коммунистическая революция, а так как весь мир, почти весь мир за пределами России и некоторых славянских стран, пишет латиницы, то и хорошо бы, чтобы Советский Союз писал латиницей. Но к 30-му году даже русский язык планировали перевести на латиницу. Но затем стало понятно, что мировая революция вскоре не произойдет. Русский язык становится главным языком в Советском Союзе. Его преподают всем детям в школе. И становится понятно, что удобнее, по крайней мере, кажется, что удобнее, чтобы дети учили один алфавит в начальной школе, а не сразу два, русскую кириллицу и свою латиницу. Поэтому с 30-х годов все языки России перевели на кириллицу. И вот мы видим, что это можно считать таким влиянием русского языка, потому что именно из-за того, что русский кириллический язык, все остальные тоже стали кириллическими. Ну и заканчивая эту короткую лекцию, нужно, конечно, упомянуть и негативные аспекты. Мы сейчас говорили скорее про положительные, хотя даже там я уточнял, что, в общем, неоднозначно можно трактовать такое большое количество русизмов в языках народов России. Понятно, что в мире происходит языковая конкуренция. Все больше людей начинают говорить на крупных языках и отказываться от языков своих предков. Это такой общемировой процесс, связанный с глобализацией. Действительно, языки вымирают, и лингвисты считают, что из 7000 языков, которые есть сейчас в мире, через 100 лет останется только половина. И, к сожалению, языки России — это не исключение. Понятно, что для самих людей, для многих носителей, языки своих предков не являются какой-то такой особой ценностью. Действительно, вам гораздо удобнее говорить на русском, потому что с русским вы получаете больше возможностей и для учебы, и для карьеры, и для работы, и так далее. Но, с другой стороны, так же, как, казалось бы, ну что нам от того, что вымирают какие-то виды животных? Люди почему-то стремятся сохранить животных, записывают их в красную книгу, запрещают охоту на вымирающие виды. Так же и с языками. Каждый язык — это слепок культуры, слепок культуры, созданный предками. Каждый язык по-своему описывает окружающий мир. Каждый язык имеет какие-то уникальные черты, отличающиеся от других языков, отличающие его от других языков, и показывающие, как устроено человеческое мышление. То есть, чем больше мы знаем, как устроены разные языки мира, тем больше мы понимаем о том, как мыслит человек, как он думает, как мыслят наши предки. Поэтому, конечно, каждый вымерший язык — это потеря и для лингвистики, и для многонациональной российской культуры. Поэтому очень жаль, что для многих языки предков не являются ценностью, а наоборот, осознаются как такой пережиток прошлого. И если посмотреть на карту языков России, теперь уже не всех языков, только вымирающих, мы, к сожалению, увидим огромное количество таких точек. Это те языки, которые... Размер точки показывает, сколько у него есть носителей. И это те языки, которые через 50 или через 100 лет, к сожалению, останутся уже только в памяти лингвистов и на страницах грамматик и словарей. И то, что в школах теперь изучение местных языков необязательно, это, конечно, очень больной вопрос, нужно ли обязательно учить местные языки или нет. Сейчас мы не можем его обсуждать, потому что времени у нас уже остается совсем мало. Но, конечно, для лингвистов это большая потеря, потому что через школу можно было заботиться о сохранности языков. Другое дело, что преподавались они зачастую очень плохо, довольно скучно, и ученики не видели смысла в изучении языков. Если бы их можно было преподавать интереснее, то, возможно, все сложилось бы иначе. Так или иначе, мы видим, что, по крайней мере, сейчас в России есть много языков, как и много народов. Эти языки повлияли в ходе своей истории на русский. Русский повлиял на историю этих языков. И это наше достояние, то, чем можно гордиться, и то, чему могут завидовать люди, живущие в мононациональных странах, в которых один или несколько языков. Так что хорошо бы, чтобы русские и другие языки России и дальше сосуществовали, не вымирали и положительно влияли друг на друга. Ну, а я на этом закончу. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.